В основном герои моего сюжета являются посторонние люди, но в этот раз исключение и жертвой стала я. 21 февраля у меня из сумки украли кошелек вместе с документами. 21 февраля у меня из сумки украли кошелек вместе с документами. Одесский форум о том, что у меня украдены документы. Брата я просил, чтобы он созвонился с вами. Он сейчас начнет вам названивать со своими друзьями-алкоголиками. Я просто не хочу, чтобы были какие-то неприятности. Сразу после публикации объявления на Одесском форуме в течение нескольких минут мне звонят и говорят о том, что мои документы найдены. Права этих паспорт найдены. Какое счастье, какое счастье. Встреча назначена на 15.00 проспект Маршала Жукова. Вылетаем. Нашу съемочную группу насторожила просьба отключить телефон. Дмитрий также отказывался называть номера документов, ссылаясь, что они у жены. Но попытка не пытка. Итак, мы прибыли на место встречи, которое нам назначили люди, у которых есть якобы мои документы. Ну а так как в таких делах разбираться в одиночку очень вам не советую, наш шеф-редактор на время станет моим самым родным отцом. Алло, я на месте. Однако навстречу так к нам никто и не вышел. С нескольких номеров телефонов одновременно стали звонить разные люди и требовать, чтобы им купили пять карточек по 100 гривен для пополнения счета. Правда, при этом неизвестные отказывались называть номер потерянного удостоверения. В последний раз я попыталась позвонить по номерам телефонов, которые звонят мне каждую секунду и рассказывают, куда мне передать деньги. Так что с моими документами? Я жду, не жду. Что мне делать? У вас есть мои документы? Я тебе сказал про диктывка и заберешь документы. Слушай, ты не будешь диктовать условия за свои 500 гривен. Хочешь забирать, я тебе сказал, что делать. Диктывай, иди, забирай. Не хочешь, значит, иди восстанавливай себе новый. Спасибо вам за псевдопомощь. Вот вам и разговор с преступником, который открыто вымогает у меня деньги. Чтобы восстановить техпаспорт и водительское удостоверение, необходимы медицинская справка, два фото, паспорт, идентификационный код и сумма до 500 гривен. Будьте бдительны, держите свои личные вещи при себе. Сейчас увеличилось количество краж. Но если вас все-таки обокрали, не спешите бить тревогу. Не ведитесь на поводу, не пополняйте счет подозрительным лицам. Берегите свои кровные денежки, потому что их могут отобрать мошенники. За вас переживают Анастасия Большедворова, Виталий Прус и вся Думская ТВ.